Еще важный такой момент про питание хочу сказать, что когда люди живут в городах, нужно больше есть сырой пищи, потому что камень, он забирает прану, психическую энергию. Большинству людей не хватает прана, означает, что у них слабость, жарко, им постоянно слабость, нет сил. Это значит, что нужно больше сырой пищи. Сырая пища дает прану. Но если есть одну только сырую пищу, то перенаступает перенапряжение в организме, психическое перенапряжение, человек не может расслабиться. Поэтому нужен баланс, где-то 50% как минимум сырой пищи, салатов. Так как она дорогая, все эти огурцы, помидоры, салаты, они дорогие, поэтому выход очень простой. Эта зелень, она очень сильно и хорошо растет на подоконниках, очень хорошо. Если все подоконники засадить, два ряда, то у вас будет хватать на салаты всегда зелени. Она растет очень быстро. Вовремя сажать новые. Семена стоят недорого. Не, я серьезно, вполне говорю вам об этом. Это серьезные слова. Потом можно пращивать пшеницу, как зелень, ячмень, овес и так далее. Порошие зерна тоже дают силы человеку. Нужно больше сырой пищи, это дает больше силы здоровья. Тоже зелень особенно. Именно зелень. Зеленая пища является самой сбалансированной. Листья чего-то являются самой сбалансированной пищей, дающей здоровье для человека. Какие еще вопросы? Отношение выполнения долга перед обществом дает человеку устойчивость в жизни, улучшает качество жизни. Долг — это то, что у тебя получается сначала, а потом, когда ты развиваешься лучше, это то, что тебе нравится. Сначала человек делает то, что дает ему деньги. Это первый этап развития личности. А второй этап развития личности — он делает то, что приносит счастье, глубокое удовлетворение ему в сердце. Но так как сначала человек находится в страхе, поэтому самое большое удовлетворение ему приносит власть, деньги и возможности в жизни. Это означает жизнь страсти. Люди всего больше радуются деньгам, власти и возможностям. Но когда человек глубже развивается, им больше всего удовлетворяет труд по своей природе. То есть есть четыре категории людей. Это четыре категории разума. Первая категория разума — это люди, которые склонны давать знания другим и получать знания. Это их специальность. Они могут зарабатывать так на жизнь себе. Потому что все люди должны давать друг другу знания. Каждая женщина — это учитель своих детей. Но я говорю про то, как зарабатывать. Дальше вторая категория — это люди, которые должны управлять другими людьми. Третья категория — это те, которые должны извлекать прибыль, богатство распределять в этом мире. И четвертая категория — это те люди, которые склонны творчески трудиться, им нравиться, любить, делать то, что им приятно. Творческий труд. Мастерить что-то, что-то делать красивое. Вот четыре категории людей. Если человек не развит, он не знает своей категории, он невозможно ему понять, что ему делать. У женщин такие же категории, как у мужчин. Разница лишь в том, что женщина должна действовать в сфере заботы о других. А мужчина действует в сфере создания чего-то. Понимаете разницу? Вот, например, больница — это какая сфера? Сфера заботы — это женский труд. Школа — сфера какая? Заботы, женский труд. Там есть все четыре категории людей в школе. Дальше какие-то социальные организации — сфера заботы. А армия — это какая сфера? Мужская. Понятно, да? Вот и все. А деятельность та же самая, просто сфера разная. Женщина должна заботиться о других, она должна там действовать. Ей тогда будет комфортно, хорошо, она будет счастлива. Мужчина — сфера создания чего-то. Мужчина создает этот мир, женщина поддерживает. Какие еще вопросы, да? Конечно, да, переход, мы не переводим себя сами. Переход из невежества в страсть происходит в результате милости. Что это за милость такая? Человек, когда переходит из невежества в страсть, он начинает понимать, что надо честно жить в этом мире, не надо быть криминалом, не надо лентяем быть, не надо пить, выпивать. Он просто чувствует, что ему нравится вот такая трудовая жизнь. «Эй, товарищ, больше жизни!» Ну, то есть он чувствует, что надо как-то воспрять против своей лени, против своих вредных привычек и начать честно трудиться, честно жить, как все. Это переход из невежества в страсть и приходит в результате милости Бога. Открываются глаза у человека на жизнь. А не то, что он сам так берет, раз перешел на следующий этап. Нет, это все просто Господь делает. Из страсти в благость человек переходит, когда он понимает, что по милости Бога, что он понимает, что отношение с Богом выше всего в этой жизни. Работа, все остальное, работа, семья, дети, все на втором месте. Отношение с Богом выше всего, потому что это дает силы для всего. Когда человек это до конца понимает, тогда для него возможность иметь хорошую квартиру, ну, как бы телку себе такую классную. Да, именно так они люди страсть называют. Не жену, а телку, потому что у людей страсти, у них телесная концепция жизни. Телесная концепция означает телки и телки. Телесная концепция. Вот, и они, как бы, у них телесные отношения друг с другом. Видели же фотографии такие? Ну, как бы, вот оно, страсть. Картинка, вот эта картинка красивого тела привлекает людей в страсти. Красивые квартиры, красивого тела. Они для внешнего живут. Им картинка эта нравится. Человек благости, ему нравится внутренне. Он хочет чистоты, глубины во всем. И деньги уже не так сильно интересуют, не так сильно интересуют власть, влияние. Сильно интересуют отношения, чистота, глубина. Вот вы все приехали для этого сюда. Это означает, переход в благость уже произошел. Когда человек переходит в благость, у него меняются ценности в жизни, меняются интересы. Часто человек меняет деятельность в результате своего. Ну, не надо резко это делать. Мы подневольные в этом мире. Если человек резко бросает свою работу, он может вообще без штанов остаться. Надо сначала увидеть, что Бог готов тебе дать другую работу. Он тебе дает, тогда можешь с этой уходить. На Бога надо полагаться, не на свои возможности. Некоторые разрушают семью, думают, это муж в невежестве, а я себе найду мужа в благости. Вот какого Бог дал, с таким и живи. Если ты хороший человек, он станет благостным тоже у тебя рядом с тобой. Солнце, когда солнце восходит, вся тьма рассеивается. Невозможно найти темноту посреди белого дня. Так рядом с хорошим человеком все, весь мрак рассеивается. Я в этой связи привожу такой интересный факт, что у меня так получилось, что твоя родная сестра в детстве, ну, в раннем, как бы в юности уехала в Израиль жить. И я ее видел один раз в жизни всего, в детстве, когда ей было всего 7 лет. И она даже забыла, как бы, все про меня. Ну, ничего не знает, у нас не было отношений. И она начала слушать мои лекции там в Израиле. На два года слушала мои лекции, а потом узнала, что это ее брат читает. Через два года. Так меняется жизнь всех родственников, когда человек занимается духовной практикой. Сейчас тоже мне пишут другие родственники, что начали слушать мои лекции. Дальние, которых я никогда и не знал даже. Так меняется жизнь всех близких, если ты занимаешься духовной практикой. И все очищается вокруг, все меняется в лучшую сторону. Поэтому не надо беспокоиться о том, что у меня близкий человек не хочет заниматься духовной практикой. Как сделать так, чтобы он захотел? Никак не сделаешь, потому что Бог тебя мучает этим человеком за то, что ты делал до этого. Он тебя мучает. А когда ты будешь достоин, Бог перестанет тебя просто мучить и все. И ты будешь отмученным. Видите, есть благостные люди, у них есть еще шлейф кармы за ними тянется в виде родственников. Но когда человек видит, что все родственники уже, по крайней мере, не против того, чтобы он занимался духовной практикой или хорошими благостными делами какими-то, тогда в этот момент и наступает утверждение в благости. То есть утверждение означает, что все тебя приняли, никто не против того, чтобы ты так жил. Бог согласен. Он соглашается через родственник. Но если родственники против, значит, Бог еще тебя испытывает. И не надо с Богом спорить. Примите это все. И родственники начнут меняться. Принятие — это первая стадия перемен. Некоторые думают, перемены — это надо родственникам что-то с ним сделать. Нет, наоборот, расслабиться. Через это расслабление придет любовь в его сердце. Вы когда расслабитесь, примите, он начнет любовь вашу применять, а любовь трансформирует человека, хочет он того или нет. она действует без нашего разрешения. Любовь негаданна, нагрянет, а ее совсем не ждешь. Какие еще вопросы? Да, ваши? У вас такая природа просто — работать с разной структурой. Нормально? Работать дальше? Работать дальше, светить всегда, светить везде, до дней последних донцев. Нет? Не уходить? Если бы вам надо было уходить, вы бы меня не спрашивали. Если ушла, что тогда спрашивать? По кругу ходите, значит, вы сделаете, что у вас такая природа, я же вам сказал. Да? Ну, природа бывает, люди, ну, понимаете, сама деятельность, руководство означает страсть. Когда человек руководством занимается, он не может без страсти, потому что ему надо командовать. Это насилие. Командование — это насилие. Это значит, что придется все равно ругаться, быть строгим, там и так далее. Вы руководитель, да, по природе? Понятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова